Выявить рак молочной железы на раннем этапе и факторы риска развития хронических заболеваний. Сегодня в поликлинике 11-й больницы прошла акция «Розовая ленточка». Женщины не только получают консультацию специалиста, сдают анализы и проходят инструментальную диагностику, но также могут научиться самостоятельному обследованию. Подробнее Наталья Цопина. Вот, 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 это какое-то образование, да? Как правильно проводить пальпацию, теперь знают женщины, которые пришли на акцию «Розовая ленточка». Вообще, это совершенно несложно, это не требует никаких дополнительных навыков, никаких каких-то там условий. Для этого просто нужен здравый смысл, понятие о том, что твоё здоровье прежде всего в твоих руках. В какие дни лучше проводить проверку? Что делать, если обнаружил какие-то заболевания? Вопросов немало. Я узнала об этой акции, мне показалось, что акция стоит того, и поэтому я пригласила дочь. Благо, у неё сегодня выходной день, и мы с ней вместе проходим, и нам всё очень нравится. Я вот сейчас вышла от второго доктора, доктор терпеливый, корректный, знающий, и у меня уже здесь решена проблема даже, о которой я не знала. Сначала анкетирование, чтобы выявить факторы риска развития онкологических заболеваний. Потом терапевт, маммолог, сдача анализов. Кому необходимо, направляют на УЗИ или маммографию. Так вот сразу уделить много времени на несколько врачей, это сложно. Это надо записываться, это надо брать талончики. А здесь вот сегодня несколько приёмов, и всё буквально это за час можно сделать. Рак молочной железы – самая распространённая причина смертности среди женщин от 35 до 55 лет. В мире ежегодно диагностируют миллион новых случаев заболевания. На ранних стадиях подобные заболевания протекают чаще бессимптомно, поэтому и важно проверять каждый год, ходить хотя бы на осмотр к гинекологу, делать маммографии, вообще следить за собой. Грудь – это такой орган, который молчит до последнего. Сегодня женщины идут недостаточно активно, но выявления уже есть. То есть из семи две, одна заподозрена, вторую мы докажем 100%. В мае в поликлинике 11-й городской больнице акцию уже проводили, приняли 200 человек. Тогда, вспоминают, помогали врачи-онкодиспансера. Сейчас хватает своих специалистов. Набирают в штат-центр амбулаторной онкологической помощи. Откроется он в этом году. Ремонт помещения уже идёт. Есть и приказ на закупку оборудования. Онкологи и исследования различные. Это и ФГДС, и колоноскопия, и УЗИ у нас будет, и КТ. В общем, всё, что необходимо для уточнения диагноза. Либо уточнения, либо снятия его. Принимать центр будет всех жителей Ленинского района Новосибирска. Наталья Цопина, Александр Ведерников, Новости ОТС.